с вами сегодня встречаемся опять встречаемся в этом сезоне последний раз до осени мы потом простимся с вами пришлось пропустить предыдущие занятия в силу независящих от нас причин ну сегодняшняя тема у нас будет очень интересное влияние магии на политику а мы вот с вами живем в мире происходят всякие события решаются какие-то политические проблемы государственные проблемы мы их воспринимаем очень субъективно и поверхностно не понимая что подано что над всем этим существует мощное и под этим тоже мощное течение мощное течение других сил которые собственно и формируют сегодняшний день и сегодняшняя наша жизнь если мы с вами посмотрим в далекое далекое прошлое в древности даже но те книги которые мы которые удалось сохранить из античности там тоже везде говорится о том что существовали чародеи и волшебники колдуны и и прочие люди владеющие так сказать энергоинформационными процессами которые могли влиять на политику которые могли влиять на течение жизни человека на течение вообще исторического процесса если мы ну наиболее нам скажем доступной истории тоже от короля артура мы все знаем что у короля артура тянутья конечно люди образованные которые знают историю они знают что у короля артура был тоже маг и чародей мэрлин который собственно был магом высочайшей степени вы знаете для того чтобы стать магом магии имеют несколько ступеней и вот первая ступень мага он должен научиться ну естественно все маги должны владеть полтергейстом то есть должны владеть телепатией должны владеть энергиями вот но первая ступень это умение сделать полтергейст это двигать предметы создавать всякие разные эффектные шумы а вот второй это уметь делать зомби то есть понимать мертвого и заставлять его делать то что ему нужно об этом кстати имеется в истории очень много всяких страшных рассказок где говорится о том как зомби приходят пугают людей и творят всячески нехорошие вещи ну и третья ступень это трансформация это трансгрессирование когда маг может появляться сразу нескольких местах когда он может трансгрессироваться и быстро исчезать появляться а вот и мэрлинг говорят владел всеми этими мог повелевать громами и молниями и он собственно управлял энергетически тем же самым королем артуром человеку только кажется что он принимает решение сам на самом деле очень многие люди принимают решение совсем не сами а именно в силу тех информационных процессов которые в которых они находятся вот что такое вообще магия магия это закон это один из основных законов мироздания один из основных законов слагающих великий закон который идет под числом 6 магия имеет два определения первое это информационное видоизменение силы видоизменяющий ход процесса для получения необходимой качественности и второе определение это информационное видоизменение пространства в заданном направлении если мы посмотрим то магия она во всем она даже каждый человек самый не мудрящий все равно он пытается как-то информационно изменять процессы которые вокруг него ну мы знаем что в быту это различные интриги сплетни склоки это все тоже тоже магия но это магия уже обученных специалистов это та магия когда уже действительно могут заряжать вещи могут влиять на ход событий не касаясь их нот если мы возьмем например нашу жизнь то естественно магии занимаются у нас сми потому что сми это тоже информационное видоизменение пространство если вы знаете есть такая поговорка у людей если человеку долго говорить что он свинья то он обязательно захрюкает так и здесь если постоянно внушать человеку что-то а другого у него ничего нет сейчас люди разучились читать разучились думать в основном клиповое сознание особенно у молодежи их очень легко сугестировать их очень легко направлять на любое действие и это делает легко с легкостью делать сми поэтому вы знаете во всех революциях первое что должны были захватывать революционеры это телеграф вокзал ну и все сми это самое главное что сми внушают людям что они говорят информационная война это самая действенная война и она имеет очень большую власть над человеком поэтому если мы будем рассматривать от короля артура и придем к нашей у каждого короля были свои маги чародеи у каждого у каждого правителя всегда были какие-то советники эти советники владели какой-то силы потом на протяжении скажем совсем недавних столетий появились различные масонские ложи все масонские ложи тоже обладали оккультными силами они были образованы в этом направлении они занимались именно изучением различных этих энергоинформационных процессов и очень успешно влияли на так сказать на жизнь от тех государств которых они находились эти масонские ложи конечно были тайными туда принимались особо члены те которых которые были нужны для работы и выполняли свою работу и если мы вспомним знаменитый разгром тамплиеров тамплиеров а то проклятие тамплиеров действительно очень хорошо сработало ну наверное те кто знает что вся династия короля филипп красиво была проплата и он очень плохо кончил и конечно же это могущественная ложа могущественная могущественная ложа этих масонов она конечно не пропала она замаскировалась по-другую говорят что это люминаты на сегодняшний день которые продолжали существовать масоны существовали в течение всех столетий и они элементарно управляли государственными процессами масоны были при всех дворах помимо помимо так сказать министров очень многие министры были членами масонских лож и скажем так к началу революции как говорила мадам кускова одна так сказать из очень влиятельных масонок в то время уже даже женщин принимали в ложе и она говорила что но у нас вся россия опутана сетью масонских лож у нас везде свои люди что самое интересное это все сохранилось и при советской власти и при советской власти тоже была масонская власть тоже были масоны тоже не очень сильно влияли на политическую жизнь на нашего государства я например со всем этим познакомилась поскольку мне пришлось работать я как целитель лечила членов полетбюро министров замминистров и я вам скажу что те с которыми я работал это были нормальные простые люди конечно масонов даже особо не верили и с ними было очень трудно говорить на всякие эти темы потому что когда мне пришлось лечить одного члена полетбюро очень влиятельного человека известного он меня спросил а поможет ли мне это если я не верю то есть вот на таком уровне люди были они вообще понятия не имели ни о биополе не об энергоинформационных никаких процессах то есть люди ничего особо не знали но масон это конечно хорошо все это знали и когда я с ними столкнулась а столкнулась я уже здесь в мажайске мажайске была очень сильная ложа и ей руководил некий полянский который был при всех секретарях вторым секретарем при этом очень сильно влиял на жизнь на жизнь района и надо сказать не в лучшую сторону как я узнала по его именно инициативе были построены коровники по южному образцу из которых зимой вырубали коров просто из-за льда они замерзали просто в собственной моче потому что были холодные коровники то есть он очень много вредил он пытался даже нам навредить он пытался не дать нам сюда пройти прописаться но вы знаете наш луч который светит из-за тучи настолько могуч что никакие масоны собственно с ним справиться не смогли а вот то есть они и в советское время они тоже занимали руководящий пасты влияли на все так сказать события я думаю что именно они сыграли очень большую роль образовали советского союза и привели вот наше государство к такому состоит особенно страшное было в 90-х годах а вот так что закон магии который гласит что магия это информационное видоизменение пространства мы можем везде видеть силу этого закона то есть действительно информационная информация очень сильно изменяет изменяет пространство зиме изменяет сознание людей ведь люди очень часто попадают под действие какой-то информации и не умея думать они сразу же впадают во власть этой информации и начинают действовать согласно той информации которая их направляет в том или ином направлении также очень до 3 источника составляют этот закон это источник силы направление вектор силы и выражение силы для того чтобы сила могла проникнуть в природу какой бы то ни было системы необходимо чтобы в этой системе смог произойти синтез той информации которую это сила несет то есть действительно есть люди на которых не всякая информация действует все зависит от аналогов которые находятся в сознании человека чем он мыслит как он думает и зависит от опыта этого человека то есть от его конкретной логики от того какой он опыт набрал свое сознание а очень легко сугестировать невежественных и малообразованных людей их очень легко сугестировать вот мы видим как их выводят на площади но конечно там еще действуют деньги потому что их и покупает на них тратить очень много сил и средств и естественно собрать толпу и вооружить ее лозунгами направить не так уж сложно как мы видим действие магии действительно очень велико на политику если мы возьмем с вами скажем фашистскую германию то учителем гитлера был гурджиев его кстати его философия очень сильно влияет до сих пор сегодня вот у нас сегодня тоже например он ходит находится очень имеется очень много различных сект образованных на так сказать силе сена концепции учения гурджиева а кстати гурджиев он же себя позиционировал как сын вильзилвола а вильзилвол это известно это очень черный мощный демон вот он себя называл сыном этого вильзилвола он был он управлял гитлером он был его учителем и кстати есть сведения что и сталин учился вместе с ним в семинарии и тоже был несколько подвержен его демонологиям ну чем чем закончилось торжество гурджиева фашистской германии его учения мы с вами знаем то есть мы победили его и установили так сказать свою силу и свою власть но но сейчас у нас как я уже сказала появилось очень много сект вот мне уже несколько несколько таких сведений пришло вот есть какая-то секта я к сожалению еще и не просмотрела и все они прячутся под солнечными богами все они с прям солнечными богами связаны с солнцем непременно да но выражает идеи тем не менее гурджиева а вот появилась такая дама тоже очень я бы сказал достаточно опасная для нашего общества это дома тоже образовалась секта очень интересно кстати посмотрите она позиции позиционирует себя как светлая работает якобы солнечными богами была простой женщиной потом к ней пришли посвятили и сказали что с ней будет если она не будет с ними работать я вам сразу скажу что светлые силы никого так просто не посвящая тем более скажем телепатически такого нет они никого не посвящают это уже ясно кто к ней пришел и тем более что ее заставили работать сказали что с ней будет если она не будет с ними работать и вот смотрите какую она несет чушь но это к сожалению чушь рабочая потому что ведь все кто пришли кто ее посвятили они же силу на нее дали и эту силу она транслирует а какую силу она транслирует каких таких солнечных кавычках богов она считает что русский народ боги то есть понимаете мы русские просто боги что нам еще нужно если мы уже боги нам делать то нечего и никто нам не нужен так она и говорит что русский народ боги никто нам не нужен надо отрекаться как от темных так и от светлых богов так как все используют нас как батарейки вот это очень интересно на самом деле действительно серые которые прилетели они так и говорят что вы для нас не только источник творчестве вдохновение но и корму то есть они действительно используют людей как батарейки но я когда-то как-то не думала и не видела никогда не не замечала чтобы светлые силы такая чтобы светлые силы иерархии относились так к своим детям вы же не используете своих детей как батарейки правильно вы их воспитываете любите защищаете и наоборот старайтесь им дать силы с какой статьи вам своих детей считать батарейками одну здесь все рассчитано на невежество неграмотность и незнание как от темных так и светлых богов так как они используют нас как батарейки считает что вся карма человечества несправедливо и борется чтобы отменить всю карму вы представляете карма это тоже закон если магия идет под законом шесть то карма идет под законом девять и поэтому каждый маг чародей волшебник использующий так сказать закон 6 шестерка очень легко переворачивается в девятку если учесть что все цифры мы взяли из индии ну да у нас арабский алфавит арабские цифры но арабы взяли из индии и а каждая цифра в общем то соответствует она является янтрой того закона который нанесет поэтому шестерка она несет закон это видите как она она закручивающаяся 6 закручивается как бы энергия закручивается а девятка энергия как бы раскручивается и получается что если мы пользуясь законом магии нарушаем великий закон разрушаем гармонию то у нас шестерка легко превращается в девятку ему нарабатываем карму вы представляете какая могучесть великая она может отменить закон кармы это не даже и даже не смешно это просто дико и глупо то есть на что рассчитывают те товарищи которые ее вот так вот направляют конечно ее направляют эти силы и вероятно она имеет еще и поддержку финансовую потому что деятельность размер она очень большую так сказать развела вот и поэтому люди не должны признавать свою карму а раз не признавать свою карму значит не надо исправляться не надо работать собой не надо эволюционировать а все должны заявлять о своих правах и требовать вернуть их сверхспособности вот правда не сказано кому они должны заявить свои права чтобы вернуть свои сверхспособности работа над собой по ее мнению не требуется про домашних животных она считает что на них можно сбрасывать негатив это вообще безобразие далее считая себя в праве действовать от всей общности русского народа считает референдум и парад победы пардон иудейским и борется чтобы отменить их результаты но на ютюбе собирает 100 тысяч подписчиков я бы не стала трогать его вот это этот маразм весь но 100 тысяч человек которые подписаны на нее находятся в мороке и феет вот этой гальматье вот что стало ужасное ездит по городам с гастролями все кто уходит из ее школы имеют потом большие проблемы вот то есть зайти на такой в такой канал очень легко но выйти из него уже трудно просто так не выйти точно так же как не могут выйти просто так из рейки товарищи которые вступили а которые находятся уже на какой-нибудь там третьей-четвертой ступени им уже из рейки так просто тоже не уйти на ней встречаются с очень большими неприятностями из любой секты уходить чрезвычайно тяжело потому что эти же люди доноры они же работают на ту силу которая создала эту секту и естественно они должны выполнять они уже рабы они уже подписались на это это все равно как подписать договор с дьяволом в древние времена войти в их секты поэтому я предупреждаю вас будьте осмотрительны будьте осторожны и все-таки все подвергайте критическому анализу а критическому анализу здесь не трудно подвергнуть вот например смотрите критический анализ нет кармы как это нет кармы ведь мы же знаем что следствие возвращается к причине мы всегда получаем обратки за наши так сказать на наши поступки правда что сказать поскольку мы с вами живем в энергоинформационном пространстве неположительным и вся воронка вся воронка сансары закручена противо салоне то конечно наши дурные плохие дела они быстро обрастают как ком такой негативной информации иногда возвращаются к нам таким бумерангом что мы даже просто не узнаем но когда мы совершаем хорошие поступки то аналогов значительно меньше и бывает так что наш хороший поступок он просто теряется вот в этом так сказать в этой мутной и грязной сансаре и человек а потом человек считает что плохо понимать что такое хорошие поступки он иногда ведь существует понятие понимаете понимая жертвы светлые сатвичные жертвы раджесные и жертвы там сны там сны там сны жертвы это когда вы жертвуете дурным плохим людям а весь вы люди поступают по наитью по так сказать а вот согласно ему как раз закону маги человек любой пытается себя показать самой лучшей стороны и мы все попадаем в это информационная информационная информационную иллюзию и мы не видим сути человека мы всегда принимаем человека по тому как он себя оппозиционирует как он себя подает и мы реагируем на него именно таким образом иногда нам кажется то очень хороший человек а внутри он червивый живый а мы думаем что он прям замечательный мы для него совершаем хорошие дела а потом получаем не то что мы так сказать от него ожидали но с другой стороны ведь все равно мы даже когда человек дарит что-то когда человек жертвует кому-то он всегда ожидает что он чего-то получит взамен поэтому это уже раджесная жертва когда вы хотите что-то получить взамен того что вы чего-то даете это уже раджесная жертва настоящая садвичная жертва когда вы жертвуете чисто от сердца ничего не требуя и И действительно хорошим людям, но для этого надо избавиться от иллюзии, надо видеть суть человека. В принципе, вы знаете, суть человека не так уж и тяжело увидеть. Если с ним поговорить откровенно, задать несколько вопросов, человек же себя очень хорошо открывает. Он открывает себя моментально в своих желаниях, в своих эмоциональных высказываниях, потому что любой человек имеет очень мощную логику характерных качеств. И эти характерные качества молчать не будут, они всегда себя показывают. И человек всегда себя проявляет именно на базе характерных качеств. Именно так он себя издает, когда он на базе характерной логики своей проявляется и высказывает, что он хочет, что он думает, как он считает. Только очень редкие политики могут свое личное мнение держать при себе и выражать то мнение, которое они считают нужным. Поэтому всегда старайтесь говорить не столько, сколько хочется, не столько, сколько думаете, а сколько надо. Взвешивая каждое свое слово, потому что одно необдуманное действо может повлечь за собой целый ряд видоизменений в обстоятельствах. И причем не всегда самых лучших. Так что вот, если мы с вами опять же вернемся к глобальным процессам, такие тоже нужно рассматривать процессы. Мы же живем с вами в этом мире, и мы постоянно подвергаемся информационному воздействию. И надо всегда знать, что это информационное воздействие несет. А главное, что хочет сказать человек. Знаете, как любое сочинение начиналось, как еще в царское время, что хотел сказать поэт в песне «Птичка Божия». Поэтому надо всегда думать, что именно хочет сказать вам человек, давая ту или иную информацию. Ну, конечно, меня можете спросить тоже самое, но я хочу вам дать эту информацию для того, чтобы вы были бдительными, чтобы вы больше думали и больше анализировали эту информацию, которая к вам приходит. И не бежали сломя голову за всякими навальными, там, ну, навальными смешно, конечно, но более серьезными, так сказать, провокаторами. Надо иметь свою голову на плечах, самим думать. Так вот, процессами политическими управляют не люди. Люди являются всего лишь марионетками, люди являются всего лишь шахматными фигурами на шахматной доске мира, но эти шахматы, шахматные фигуры двигает некто другой. И кто двигает эти шахматные фигуры? На сегодняшний день можно сказать, что мы с вами переживаем момент перехода, когда действительно луч внимания Абсолюта достиг уже нашей вот такой крохотной точки во Вселенной, как наша планета, наша Солнечная система, и проявляет, так сказать, всю красоту сложившейся ситуации. Так вот, понимаете, светлые силы никогда не заманивают никого, светлые силы никому ничего не обещают, но говорят, что только в труде над собою мы можем преодолеть свои пороки, и только тогда мы сможем войти в светлое будущее. Оно не пустит нас с этими пороками, просто не пустит, потому что Вселенной нужен опыт положительный, опыт преобразования материи в положительном направлении. Поэтому наша задача срабатывать отрицательный опыт, приводя его в положительный. Это и есть сработка кармы. Карму отменить никто не может, естественно, никогда, и это просто бред сумасшедшего. То, что вот сейчас я вам прочитала про эту даму. Кстати, это ее зовут Надежда и фамилия Токарева, Надежда Токарева. Вот, избранная, так сказать, неизвестно кем. И таких много, таких очень много. Я просто привела как отдельный пример. Посмотрела таких очень много. Так вот, эти силы, эти силы, они в своей, так сказать, продолжительности своего существования намного, намного превосходят продолжительность жизни человеческой. Мы по сравнению с ними, как, скажем, бабочки-одномерки, однодневки с нами. Вот мы наблюдаем, вот один день живет бабочка, и все. Вот и мы также в сравнении с ними, похожи на этих бабочек-однодневок, мы живем мало. Но, понимаете, если темный Иерарх задумал провести какую-то работу. Вот, например, я прочитала интересную вещь в Библии. Это было в начале 90-х годов. Еще мне, я тогда изучала христианство очень глубоко. Мне интересно было учение, на котором оно базируется. Правда, я вам скажу, что в Евангелии я учения никакого не нашла. Там только говорится, так сказать, о чудесах, которые творил, о югических чудесах, которые творил Иисус. Но, конечно, очень впечатляет его Нагорная проповедь. Это действительно свод правил, моральных данных для людей, для того, чтобы они делали себя лучше и чище. К сожалению, мало кто соблюдает эти правила. Знать-то знают, но соблюдают мало. Кстати, они потом перешли автоматически в кодекс, так сказать, строителя коммунизма, что тоже очень хорошо, что это было. И исключили его уже товарищи масоны, уже как-то разрушили Советский Союз. Так вот, когда я читала Библию, я уже говорила вам, что я родилась в атеистическом государстве, поэтому меня, естественно, ну атеизмом я не страдала. Я знала, что есть нечто и некто, есть некий творец. Особенно я это поняла, когда я изучала биологию, изучала клетку, когда было понятно, что это такая архитектура, что это такой проект был задуман. Вот в этой клетке это целая система. И я тогда поняла, что никакой взрыв не может ничего хорошего сделать, и Вселенная родилась, совсем нет взрыва. И что действительно все подлежит закономерно всем какого-то единого космического закона, о чем потом мне потом и сказал учитель, который пришел, кстати, не онлайн, как к некоторым, то есть ченнелинг, а пришел так, как приходят действительно учителя. Так вот, что я хочу сказать, что изучая уже Библию, она мне досталась, причем Библия, образца 1898 года, по-моему, такая большая черная книга. Я была поражена в одном месте, по-моему, как раз это... Я, к сожалению, тогда неправильно выписывала цитаты. Я знаю, что сейчас выписывать цитаты надо обязательно ссылаться, писать там, какая шлока там, какая страница и все такое прочее. Я тогда просто выписывала цитаты, просто выписывала и все. И даже теперь, ну, теперь я, во-первых, эту книгу не могу найти, а в других это место выхолощено, все убрано. В современной Библии этого нет. Но в 90-е годы такая распечатка ходила. Не только я одна была поражена этому, многие другие, в которых тогда ведь церковь снова возвышаться начала. В Силе и очень многие, так сказать, стали знакомиться с учением и читать. И эти распечатки ходили. Так вот, значит, это, по-моему, в книге пророков. Там написано, и собрал Бог 300, так сказать, контактеров или как пророков, и всем дал одну и ту же информацию. И он сказал, есть на севере белая страна, ненавистная мне. Меня это поразило, во-первых, сразу. Что значит для Бога ненависть? Разве Бог может ненавидеть? Он же, тем более, свои твари. Он же сам все вроде как создал. Как же он может кого-то ненавидеть? Вот. Есть на севере белая страна, ненавистная мне. Там живут люди, которые поклоняются Солнцу, Звездам и Астарте. Ну, то есть, Звездной богине. Я ненавижу их и пущу их по дорогам крови. Они будут пить свою кровь. Дети будут убивать родителей, родителей детей. Отец сына, сын отца, брат брата. И последний царь их будет Михаил Меченый. Тут как раз у нас Михаил Меченый был, поэтому это все стало распространяться везде. Это, так сказать, цитаты из этой Библии. Потому что все хотели показать, вот Михаил Меченый, последний царь, так сказать. Ну, к счастью, он не последний оказался. Не все так. Но что интересно, ведь если мы посмотрим на историю Руси, она действительно очень кровавая. Действительно. Ведь что самое интересное, человек за идею может убить отца. За идею отец может убить сына. Просто вот за идею, как считается. На почве разница религиозная, на почве еще какую-нибудь разницу. Совсем вот недавно, совсем недавно, когда на Украине возник вот этот жуткий конфликт, моим знакомым, их родичи писали, вы такие-сякие, мы приедем вас убивать. Вы представляете, жуть-то какая. Это сейчас, и это родственники. Ну, в общем, короче говоря, эта идея проводилась в жизни. То есть та идея, которую иерарх, темный или светлый, принимает, она может проводиться в жизни веками. И для этого он может рождать специальных, так сказать, своих адептов. Может и выбирать адептов из тех, которые есть, которые там, если вдруг что-то не сквалось не так. То есть у них времени много, это у людей мало времени. И люди не замечают, как эта канва, вот эта идея проходит по исторической жизни народа, по исторической жизни государства. Ну, вот смотрите, даже возьмем знаменитую войну во Франции, когда Франция воевала с Англией. И для того, чтобы Францию все-таки сохранить, она должна была сохраниться, появляется Жанна Дар. Появляется Жанна Дар, которую ведут ведущие и дают ей возможность это государство сохранить и короля окорновать даже. Правда, ее прядали, ее сдали, сожгли. Обычно таких, особенно в Средневековье, боялись. То есть, понимаете, но что сейчас происходит? Что та концепция, выработанная темной иерархией, она практически не сбылась. Ну, все сроки прошли. Мир не рухнул, ничто не погибло, жизнь продолжается. Да, жизнь идет, не скажем, что очень хорошо и прекрасно для нас, но тем не менее, борьба продолжается, жизнь идет, и конец света в ближайшее время не ожидается. Поэтому сейчас, естественно, каждый человек стоит на пороге выбора, быть или не быть. Как поступать? своим умом или, так сказать, поддаться вот этому всеобщему психозу и уже действовать так, как ему навязывают стилины и силы. Вот на сегодняшний день я могу вам сказать следующее. Вы можете мне верить, можете мне не верить. Это ваши, так сказать, эволюционные трудности и ваш выбор. Но я знаю, поскольку у меня учитель действительно и шамбал, и светлый, и... Ну, что значит светлый? Это тот, кто несет силу великого закона. Тот, кто следует великому закону и тот, кто учит именно великому закону в великом законе. А великий закон гласит все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством в полную гармонию. Если вы знаете этот принцип, то очень легко ориентироваться в этой информации, что правильно, что неправильно, что способствует гармонии, что не способствует гармонии. Вот сейчас я смотрю, очень темные силы получили парадокс. И этот парадокс от светлых сил называется Путин Владимир Владимирович. Он действительно парадоксально для всех пришел. Почему я так говорю? Потому что я вам уже рассказывала, его показывали, лично я его увидела, мне его показала Елена Юрьевна Агаркова, наше великое сновидище, которое показали этого Путина, она его зарисовала тогда. Мы, конечно, не знали, кто он. И только в 2004 году, я уже увидев эту фотографию по телевизору, когда рассказали, это точно тот же самый случай, я увидела, что это Владимир Владимирович. Но что я вам скажу, я сразу это поняла, когда его поставили за три недели до полного разрушения нашего государства. вот знаете, вот как жандарк пришла и спасла Францию. Вот точно так пришел Владимир Владимирович 9 августа 1999 года и спас Россию. Он действительно ее спас, потому что через три недели Хасавюртовский договор вступал в силу, страна распадалась на мелкие княжества, то есть на те республики, на губернии, и каждая из них уже имела свою конституцию, где второй язык был английским. А этого не произошло. А этого не произошло. И с тех пор страна только крепла. Он, страна только крепла. Он совершенно партизанским образом восстановил ее военную мощь. Это действительно было просто, это партизанщина была. Ведь никто не думал, что тот министр, которого он поставил, даже явилась тогда в заблуждение и называла его вот Табуреткин пришел, разваливает, и так у нас с армией плохо. А на самом деле просто реформация армии шла. И были обмануты наши хозяева, хозяева тогда нашего государства, то есть ГАЗДЭП, Америка. И неожиданно вдруг возникла такая мощная сила. А сейчас, конечно, сейчас они пытаются убрать это, но они не смогут убрать. То, что поставлено Богом, всякими навальнятами не уберешь. Поэтому я вам скажу, что, чтобы усилить процесс становления нашего государства, для того, чтобы сделать его лучше, мы должны поддерживать светлую сторону. А светлая сторона – это Путин, Владимир Владимирович. Естественно, его враги, они же имеют силу, они владеют СМИ. А СМИ сейчас как раз вот работает на темную силу, на серых, на Госдеп, на тех, кто продавал нашу родину оптом и в розницу, которые набрали бешеные деньги. Это сумасшедшие люди. Они просто сумасшедшие. Для чего им столько денег? Для чего им надо было продавать страну? И сейчас держатся они за эти деньги. Они не понимают, что они все равно умрут, как и все. Рано или поздно, а может даже сейчас, а сейчас с такой энергией, может, и раньше получится. И они придут, они придут на страшный суд. И что они скажут? Как они прожили эту жизнь? Что они сделали в этой жизни? Хорошего. Что? И каждый из нас будет держать ответ, потому что страшный суд уже начался. Каждый, кто уходит из этого тела, сразу же идет на страшный суд. И я вам хочу сказать, что никто нигде там, на другом плане, не болтается. Вот тут вот эти дамочки, типа вот этой надежды и же подобные, они сейчас, ну, такую откровенную чушь несут про всякие измерения, про какие-то измерения, что кто-то в какое-то, куда-то в измерении, голову морочит. Все очень просто, все значительно просто. Мы все живем с вами в одном измерении, на физическом плане. Да, и существует, и у нас тоже в нашем организме существуют эти планы, которые по чакрво, так сказать, составляют энергетические, нашу сущность и нашу природу. Любую природу можно раскрутить до нулевой энергии, и из-за нулевой энергии можно сложить любую природу, если умеешь. И вот, например, если вы помните, был такой Сати Сая, который мог материализовывать, он действительно материализовывал, он умел именно создавать, материализовывать вещи. Кстати, он владел и трансгрессией, то есть это был маг очень высокой категории. Так вот, на сегодняшний день не надо людям влезать особенно во все вот эти тяжкие. И вот эти вот каналы, сейчас идут эти инфо... Как они называются? Вот эти каналы, где какие-то там Ашеры, Архангела Михаила их ведут. Кстати, я посмотрела канал Архангела Михаила. Это же какие деньги надо, чтобы такое создать в Ютубе. Там все так очень оформлено. Это значит, кто-то это специально делает и людям опять же морочит голову. Причем только красивые слова, только красивые слова, и ничего по существу там не говорится. И зомбирование. Зомбирование, зомбирование, зомбирование. Именно красивыми словами расслабляют сущность человека. Вы знаете, где-то в конце 80-х, ну, в середине уже 80-х, у нас тоже появились различные секты, где учили, просто учили вампиризировать. И сын моей знакомой в такую школу попал, оттуда, значит, с ужасом бежал, и нам говорит, вы представляете, что они говорят? Ты заходишь в метро, вот ты смотришь, ну, такой, ты видишь энергетичную природу, смотри на нее с любовью, с любовью, смотри с любовью, она сама тебе открывается, и бери из нее энергию сколько хочешь. Особенно хорошо, говорит, брать энергию от беременных женщин. То есть это уже 80-е годы, такие кошмары были. А что сейчас творится, так сказать страшно. Поэтому, конечно, я стала читать все эти лекции для того, чтобы дать вам возможность защиты. Я вам дала знаки. Эти знаки очень хорошо защищают от вампиризма, и даже от многих излучений защищают. Ну, я посмотрела, не так много людей взяла это. Не так много. То есть, как бы, ну, как говорится, вольному воле, спасенному рай. Я еще раз говорю, что я ничего не навязываю, я только показываю со своих позиций, с позиции и с высоты того знания, которым я обличена, которое мне дано. Вот. Эти знания, как я уже сказала, написаны в книге «Магия вечности». Мы, я еще раз хочу сказать, что мы проводим семинар по теме «Магия вечности» об основных законах мироздания, о работе с энергиями высокого уровня для своего, так сказать, для защиты, для безопасности своей, для создания гармонии вокруг себя и в своей семье. Так что желающие могут записаться, хотя я не знаю, теперь время уже такое, что будут ли в Канаке вообще места, потому что это же курорт, и там, возможно, уже могут, люди бронируют заранее места. Ну, а тем не менее, если кто хочет, прорвется, мы проводим этот семинар, где я уже буду более конкретно и более, так сказать, достаточно доступно давать те знания, которые я сама получила от учителя, и которыми пользуюсь, которые я изучаю и пользуюсь ими вот уже сорок с лишним лет. Так вот, я еще раз хочу вернуться к тому, к началу, значит, нашей темы влияния магии на политику. Из того, что мы с вами сейчас, из того, что я вам сказала, наверное, понятно, что влияние этой магии огромно, просто огромно. И особенно сейчас работают СМИ, это информационное видоизменение пространства. Кстати, что интересно, очень многие передачи, которые идут по телевизору, они сублимируются, они несут заряд, и очень сильно программируют людей. Поэтому я бы не советовала вам все подряд смотреть все подряд по телевизору, тем более, что информация оттуда идет в основном агрессивная, разрушительная и очень деградационная. Поэтому следите внимательно за тем, что пытаются вам нарезать. Еще раз говорю, работайте со своим сознанием, анализируйте все и повышайте свой культурный уровень. Все-таки надо помнить, что образование шлифует сознание. Образование дает возможность человеку видеть глубже и больше эту жизнь. И меньше иллюзорности тогда возникает у человека. Знание человеку дает, только знание дает человеку возможность более правильно видеть эту действительность. чем меньше человек знает, тем больше он верит. Чем больше он верит, тем больше он подвержен воздействию, субъестеи, тем больше он становится игрушкой в других руках. И я знаю, многие говорят, да я ничего не верю, я никому ничего не служу. Но это просто тоже от невежества, от незнания. Верит он, не верит, он находится в информационном поле, он следует, а у него какие-то есть убеждения, это убеждения, эти все складываются под воздействием той информационной среды, в которой он находится. В любом случае, любое убеждение человека складывается от той информации, которая его окружает, которая попадает на его сознание. Поэтому даже те люди, которые пытаются, так сказать, все-таки владеть собою, они должны понять, как они видят, скажем, что информация входит в их сознание, какая информация, но они должны уметь работать с этой информацией, они должны научиться видеть истинно эту информацию, а главное видеть причину, которую несет, то есть ту цель, которую преследует та или иная информация. Вот. В общем-то, наверное, насколько могла, я постаралась раскрыть полную, но сам закон, конечно, мы будем рассматривать магию уже на семинаре более глубоко. Вот. Ну вот, что я еще скажу, чтобы знать, что инструментами, что является инструментами магии. Инструменты магии – это воплощенный аналог закона, который вмещает и выражает тот или иной смысл. символ. Например, это могут быть мантры, это смысловые формулы, концентрирующие в себе силу того смысла, который они несут. Янтры – это графические формулы, также аккумулирующие в себе силу того смысла, который они несут. Пространственные символы, о чем мы с вами уже говорили, это многомерные формы, это кристаллы, традиционно которые используются всеми магическими, всеми магами и всеми магическими группами. Магические предметы – жезлы, посохи и прочие другие фетиши. Все инструменты магии видоизменяют пространство вокруг себя по направлению той или иной силы и качественности, которую они аккумулируют в себе. Магии. Помимо этого также идут мистерии, как мы уже говорили, обрядовая система, это тоже инструменты магии. И три основных постулата определяют механику магии. Это подобное стремится к подобному. Закон аналогии. Но он как раз определяет механику магии. Видоизменение смысла несет видоизменения смысла меняет соотношение сил в природе и наоборот. Соотношение сил меняет смысл природы. То есть когда в природу попадает другой смысл, то этот смысл видоизменяет соотношение сил в природе и природа меняется естественно при этом. И еще самое главное, что я хочу сказать. Самый главный постулат. Вещи пришедшие в соприкосновение один раз продолжают взаимодействие пока существуют. Вот это очень важно знать. Поэтому смотрите обязательно на те подарки, которые вам дают. Они сохраняют связь с теми, кто их подарил всегда. если это светлый добрый человек, это заряженный подарок несет свет. То есть это вещь или то, что дано, оно связано с этим светлым человеком и несет светлую силу. А если это какая-нибудь темная сила вам что-то подросила, она обязательно будет воздействовать на вас. Также колдуны пользуются тем, что они просят достать какие-нибудь вещи человека, на которого они хотят воздействовать. Это может быть все угодно. Даже волосинка одна, волос головы человека, он несет связь с этим человеком и может служить предметом для воздействия на человека. Поэтому, когда вы дарите кому-то чего-то или кто-то дарит, внимательно смотрите, кто вам что дарит и кому вы чего дарите. А самое главное сейчас это просто вообще, вы знаете, это последнее, что я сейчас скажу, это просто вся сеть, весь интернет наводнен фотографиями. Но самое ужасное, что фотографируют младенцев, маленьких детей, выставляют их на показ, а фотографии несут связь обязательно с тем образом, с которого эта фотография сделана. И люди, гордясь своими детишками, выставляют их, а потом удивляются, почему они болеют, почему происходят неприятности с ними всякие. Вы знаете, в древности, в древности до трех месяцев ребенка только самым близким родственникам, самым близким родственникам показывали, а вообще они находились дома, и их вообще старались посторонним людям не показывать, детей уводили. Поэтому сейчас вот этот молотава еще беременный дур, простите за выражение, демонстрирует свои животы. Это же самое сакральное, это же самое так сказать сокровенное и тайное. Она это выставляет себе спокойненько и удивляется потом, что рождаются дети с уродствами, с болезнями, с разными. Но будьте же все-таки поаккуратнее, будьте бдительными. Вот этим я сегодня и заканчиваю свою беседу. Прощаемся с вами до сентября, до конца, ну, где-то во второй половине сентября мы будем встречаться, если вы того пожелаете. Всего вам доброго. Все-таки кто хочет, приезжайте на семинар, там вы получите более подробные знания и более подробную механику для создания гармонии жилища и своей жизни. Всего вам доброго, ясности, пути. сентября.